Партнер программы сеть детских клубов «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Привет! Сегодня у нас с вами третий конкурсный день. Ребята, скажите, какое настроение настроено на победу? Отвечать будем на вопросы сегодня? Да! Кристин, отлично! Хорошо, ребята, половина пути пройдена, а это значит, что каждый следующий шаг, ребята, может либо укрепить позиции победителя, либо переломить весь ход соревнования. Поэтому соберитесь и поднажмите. Самое время сейчас, ребята, начать наш первый конкурс. Тема всей игры – это правила дорожного движения для детей. Мы с вами уже узнали, что говорит водителям и пешеходам знак «Дети», и как себя вести при дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня поговорим о том, чем может быть опасна скользкая дорога, но об этом чуть позже, а сейчас время первого конкурса. Его условия таковы. Я буду считать вам загадки, а отгадки вам нужно найти на стенде и принести мне. Сделать это нужно на скорость. Правильный ответ стоит две фишки. Плюс одна фишка тому, кто справится быстрее. Итак, первая загадка. Куда мы побежали? Я еще не прочла даже загадку. Присели. После того, как я закончу читать, только тогда вы стартуете. Этот конь не ест овса. Вместо ног два колеса. Сядь верхом и мчись на нем. Только лучше прави рулем. Кристиночка, молодец. Максим ошибся. Присели. Здесь речь идет о велосипеде. Повесь назад, может пригодиться. Велосипед, ребят. Кристина, Кристина. Две фишки за правильный ответ. Слушаем следующую загадку. Наш автобус ехал-ехал и к площадке подъехал. А на ней народ скучает. Молча транспорт ожидает. Марш. Молодцы. Ребята, чуть-чуть опередила Кристина. Что это у нас? Остановка. Остановка. Правильно. Максим, держи за правильный ответ две фишки. И три фишки Кристине за правильный и быстрый ответ. Следующая загадка, она же последняя. Слушаем внимательно. Слушаем до конца. Двух колес ему хватает и мотор не подкачает. Нужно только завести и счастливого пути. Опять побежали раньше времени. Ответили правильно. Что это у нас? Мотоцикл. Мотоцикл. Быстрее справился Максим. Зарабатывает три фишки. Две фишки Кристины. Кристины. Хочу красную. Но сейчас пытаюсь найти. Вот. Одна попалась красная. Ребят, первый конкурс завершился. Итак. Загадки вы отгадываете, я смотрю, уже чуть ли не с первой строчки. Молодцы. Пора продолжать, ребята. И впереди у нас встреча с нашей хорошей знакомой, тетей Олей. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Пришла осень, ребята. А с ней и дожди. А скоро начнутся и утренние заморозки. Дорожное покрытие из-за дождей становится скользким. И нам с вами нужно быть более внимательными. Как вы думаете, почему, ребята? Почему нужно быть более внимательным? Потому что можно подскользнуться и упасть. Разбить голову. Машина может подскользнуться и в сугроб. О, как. Да, всякое может быть. Слушаем дальше, тетя Олю. На скользкой дороге тормозной путь автомобиля становится длиннее. И это мы, пешеходы, должны учитывать перед тем, как переходить дорогу. За лето мы привыкли, что автомобиль быстро останавливается. И не дожидаясь полного торможения, мы, пешеходы, начинаем переходить проезжую часть. Но на скользкой дороге автомобиль движется по-другому. Ему нужно проехать больше для того, чтобы полностью остановиться. И его тормозной путь может быть в два раза длиннее, чем на сухом асфальте. И это мы с вами должны учитывать. Чтобы не получилось так, что мы с вами начали движение по переходу, а водитель автомобиля, как не старался затормозить и остановить свой автомобиль, это у него получилось сделать только за переходом. А значит, может произойти авария, и мы можем с вами пострадать. Пешеходам нужно в дождь и в заморозке быть особо внимательными и ждать, пока автомобиль полностью остановится перед пешеходным переходом и только тогда переходить дорогу. Переходить проезжую часть перед близко идущим транспортом очень и очень опасно. О тормозном пути автомобиля мы подробно с вами поговорим в другой раз. А на сегодня все. Я желаю вам успеха в игре и безопасности в жизни. Ребята, вот и третий наш конкурсный день подходит к завершению. Впереди решающее испытание, от которого зависит исход сегодняшней битвы. Этот конкурс, ребята, называется «Пропущенные слова». У каждого из вас на стенде есть стихотворение, которое состоит из четырех строчек, и в нем пропущены слова. Эти слова я вам вот даю, их три всего. Вам нужно расположить их там, напротив тех строчек, где вы считаете, они должны находиться. Когда загадка сложится, вам необходимо выбрать картинку с правильной отгадкой и принести мне. Кто справится правильно и быстро, ребята, получит четыре фишки. Просто правильный ответ, правильно выполненное задание, три фишки. Итак, ребят, начали. Располагаем, читаем то, что написано, и располагаем напротив нужной строчки нужное слово. Это что за магазин? Продается в нем... На-на. Ну что, справились, да? Итак, ребята, читаем, что же у нас с вами получилось. Как вы справились с этим заданием? Это что за магазин? Продается в нем... Бензин. Бензин, верно. Вот машина подъезжает. Дальше Кристине дадим возможность сказать. Полный. И им заливает бак. Полный что? Полный бак им заливает. Полный бак им заливает. Ребят, хорошо, все разместили верно. Теперь вам нужно принести мне картинку с правильным ответом. О чем речь? Правильно. И Кристина правильно выбрала. И Максим уже даже принес мне. Это что у нас? Заправка. Заправка. Присаживайтесь. Автозаправочная станция. Итак, ребята, в этом конкурсе я вам обещала за правильный полный ответ, быстрый ответ. Четыре фишки. Быстрее у нас справился Максим, потому что принес правильный ответ. Все это у вас верно размещено, но быстрее картинку принес Максим. Поэтому Максим получает четыре фишки. И три фишки получает Кристина за правильные ответы, правильно расположенные слова. Хорошо, ребята. Вот и третий конкурсный день завершен, ребята. И теперь посчитайте, пожалуйста, сколько фишек вы заработали сегодня. Девять у Максима, а у Кристины? Десять. Десять у Кристины. Итак, ребята, хорошо, счет практически равный. Ребят, на сегодня все, завтра финал, так что встречаемся завтра. До встречи. Пока-пока. 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 Продолжение следует...